Региональный парламент Региональный парламент Палярия будет отведена Центру арктического туризма. Этот вопрос стал одним из предметов обсуждения на встрече главы региона Александра Цибульского с руководством авиакомпании «Руслайн». В частности, губернатор Ненецкого округа поручил своему заместителю Юрию Бездудному совместно с вице-губернатором Татьяной Лагвиненко активизировать работу Центра арктического туризма с учетом увеличивающегося потока туристов из Екатеринбурга, Уфы и Челябинска. Спрос на полеты в Заполярье с начала года существенно возрос за счет низких цен на авиабилеты. Сейчас стоимость поездки на рейсах авиакомпании «Руслайн» и «Наринмар» из таких городов, как Екатеринбург, Челябинск и Уфа составляет от 1 до 2,5 тысяч рублей. Этот факт необходимо использовать как дополнительную возможность для развития внутреннего туризма, считает губернатор. Добавлю, рабочая встреча губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского с заместителем генерального директора по внешним связям компании «Руслайн» Натальей Кашевар прошла в «Наринмаре» накануне. Представитель авиаперевозчика, работающего на территории региона с 2019 года, рассказала о программе развития деятельности компании на 2020 год. В частности, речь шла о расширении географии полетов. В этом году в план войдут два новых направления «Наринмар-Казань» и «Наринмар-Симферополь». Отделение Российского военно-исторического общества появилось в Ненецком округе. В него вошли все патриотические поисковые и военно-исторические организации региона. Боевое братство, ЩИТ, общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны, а также музейные и научные работники и поисковики. Организацию возглавил Андрей Ружников. Первое собрание, на котором и было принято решение о совместном проекте, прошло в Наринмаре 11 февраля. В нашу организацию региональную вошли боевое братство, организация ЩИТ, ветераны Великой Отечественной войны, музейные работники, научные работники, а также поисковики. И мы очень надеемся, что с федеральной поддержкой, которая выделяется из центров до 2 миллионов на различные проекты. Общероссийская общественная государственная организация «Российское военно-патриотическое общество» создана в 2012 году указом президента России Владимира Путина. Ее деятельность направлена на изучение и популяризацию военной истории России, а также сохранение объектов военно-исторического культурного наследия. Первый совместный проект, который планируется воплотить в жизнь отделением – арктический десант. Ненинский округ принял участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». На этот раз им предложили проверить свои знания по истории. Мероприятие приурочено Году памяти и славы в России. Отмечу, что в предыдущие годы участники акции уже сдавали демонстрационные экзамены по русскому языку и математике. Демонстрационный экзамен для родителей технологически и процессуально ничем не отличается от того, в котором участвуют их дети. Регистрация и заявление на обработку персональных данных. На сегодняшнюю акцию зарегистрировалось 20 человек. Перед началом непосредственного экзамена небольшое родительское собрание, исполняющее обязанности руководителя департамента образования Леана Храпова, рассказала собравшимся о том, как родители должны в психологическом плане поддерживать своих детей перед сдачей ЕГЭ. Работа включила в себя 11 заданий. Кроме того, необходимо кратко описать историческое сочинение. Всего на прохождение теста родителям отводилось 30 минут результаты ЕГЭ. Родители сверяют самостоятельно. В Наринмаре стартовал прием заявок на участие в соревнованиях по снегоходному кроссу на приз Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова «Бурандэй». Соревнования пройдут 14 марта в Наринмаре в районе Качгартинской Курьи. Принять участие в гонках могут жители и гости Ненецкого округа, а также иностранные граждане. Гонки традиционно проводятся в двух классах – «Буран» и «Свободный». Заезды на «Буранах» пройдут среди мужчин от 18 до 55 лет, мужчин старше 50 лет и среди женщин от 18 лет и старше. В свободном классе к участию допускаются только совершеннолетние мужчины. Участвовать в заезде в этом классе можно на снегоходе любой страны производителя. Заявки от участников принимаются в главном здании координатора мероприятия «Дюц-лидер» в рабочие дни до 17.00.17 февраля по 12 марта 2020 года. Новые возможности открывают материнство для женщин Ненецкого округа. Мамы в декрете могут бесплатно пройти курсы переподготовки или повышения квалификации. Обучение реализуется в рамках национального проекта «Демография» с привлечением федеральных средств. В окружном центре занятости население уверено оставаться мобильной и конкурентоспособной на рынке труда реально даже после выхода из отпуска по уходу за ребенком. В рамках реализации национального проекта «Демография» женщинам предоставляется возможность бесплатно пройти краткосрочные курсы повышения квалификации. Дополнительные возможности предусмотрены и для безработных мамочек, имеющих детей в возрасте до 6 лет включительно. Как пояснили в окружном профильном ведомстве, минимальное количество женщин, которые пройдут курсы в этом году, 20 человек. Курсы будут краткосрочными продолжительностью не более 6 месяцев. При этом возможна дистанционная форма обучения, что наиболее удобно для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В школах Ненецкого округа прошло итоговое собеседование по русскому языку. Это своеобразный допуск выпускников 9 класса государственной итоговой аттестации. В этом году участие в нем приняли 579 школьников. Итоговое собеседование по русскому языку проходит в нашей стране во второй раз. Его задача выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость, умение рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. На выполнение работы каждому участнику отводится 15 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность выполнения заданий увеличивается на 30 минут. Результатом итогового собеседования по русскому языку является зачет или не зачет. Итоги собеседования по русскому языку станут известны не позднее 17 февраля. Те, кто не смог по уважительным причинам пройти собеседование, смогут сделать это в дополнительные сроки сдачи. 11 марта и 18 мая 2020 года. За классное руководство учителям дополнительно будут платить 5000 рублей. Такое поручение в ежегодном послании к Федеральному собранию озвучил президент России Владимир Путин. В связи с этим правительству и регионам нужно определить необходимое количество дополнительных школьных мест и внести изменения в нацпроект образования. При этом все действующие выплаты за классное руководство должны быть сохранены. В нашем регионе за счет средств окружного бюджета классным руководителям выплачиваются суммы в размере от 1500 рублей. Она зависит от наполняемости класса. Так, например, в городской школе норма 25 человек, а в сельской 14. Если класс меньше, то и сумма соответственно меньше. Сейчас департаментом образования ведется работа по приведению в соответствие региональных актов с федеральным законодательством. С этого года средства на классное руководство будут выплачиваться в рамках государственного задания. На сегодняшний момент средства предусмотрены в полном объеме. Это порядка 17,5 миллионов рублей. В Ненецком округе в этом учебном году задействовано 397 учителей, выполняющих функцию классных руководителей. В следующем году планируется, что таких педагогов будет больше. Заявка от нашего субъекта о количестве классных руководителей, проживающих и работающих в округе, составлена и отправлена в федеральный центр. В муниципальном предприятии «Чистый город» продолжают изготавливать на 3D-принтере малые архитектурные формы. Одно из последних изделий – памятный знак для Печорского рыбокомбината. Он выполнен в форме рыбы на волнах и будет установлен в сквере бывшего предприятия летом этого года. Постамент, напечатанный на 3D-принтере муниципального предприятия «Чистый город», практически готов. Осталось собрать конструкции и покрасить изделия. Работы по изготовлению малых архитектурных форм для благоустройства города не прекращаются, даже несмотря на ремонт помещения. На потолке установлены дополнительные точки отопления, инфракрасные лампы. Благодаря им, изделия из бетона быстрее сохнут, что позволяет ускорить печать архитектурных форм и элементов благоустройства. Для печати используются различные смеси из бетона, цемента, гипса и песка. Управление устройством осуществляется через компьютер, в котором загружаются данные, какую форму необходимо напечатать. Продолжение следует...